Очень рада встретиться с вами, к сожалению, это виртуально. Совершенно согласна с Дианой Владимировной, что виртуальное общение никогда не заменит нам нашего общения, того, которого мы привыкли, даже не знаю, как его назвать. Потому что это общение, а виртуальное общение — это совсем другой формат. Очень хочется пожать всем руки, обнять вас и посмотреть всем в глаза, и понять, что мы рядом друг к другу, плечо с плечом, и продолжаем наше дело, что мы такие, какие мы есть, и что нас таких вот палеотивных специалистов много. И мы немножко другие, чем онкологи, и вы знаете, что мы отличаемся особым отношением к пациентам, особой эмпатией и сопереживанием. Вот, наверное, это отвечает нашу группу специалистов и вообще нашу специальность. Поэтому новые рекомендации клинические в Сибирной организации здравоохранения, которые вышли не так давно, хотя написано 18-й год, вышли они на самом деле в начале 19-го года и с некоторым таким, ну не скандалом, но с некоторыми сложностями, о которых я потом расскажу. Это большое событие в нашей жизни, в нашей палеотивной жизни, потому что мы давно ждали эти клинические рекомендации. Начиная с 80-х годов в прошлом и по столетию проблема терапии боли вызывала, конечно, и очень большой интерес и ученых, и медиков, и гуманитарных организаций. И вот в 1982 году впервые в Милане, в Италии, на совещании Всемирной организации здравоохранения была создана группа, которая состояла из врачей различных специальностей, анестезиологов, неврологов, онкологов, нейрохирургов. И вот они впервые подготовили проект руководства облегчения боли при раке. Он был издан в 1986 году, потом переиздан в 1996 году, вот то, что вы видите на слайде. Но, тем не менее, эти рекомендации были основаны на основе экспертов. Это мнение экспертов ВОЗ. И в целом этот документ являлся экспертом, мнением приведенным к определенному консенсу. И спасибо этим рекомендациям. И они были первыми нашими знаниями по обезболиванию, в онкологии, в палеотивной помощи. Однако основные принципы терапии раковой боли, несмотря на то, что эти рекомендации достаточно давно созданы, они проходят красной лентой через все наши документы, через все наши национальные, локальные клинические рекомендации. Время не стоит на месте. Успехи современной онкологии за последние годы, за последние 30 лет шагнули так сильно, что число пациентов, либо излечившихся от рака, либо перешедших в состояние длительной ремиссии, оно настолько возросло, что сейчас говорить о том, что обезболивание при раке это удел только пациентов, которые нуждаются в терминальной терапии, это совершенно неправильно. Это не только палеотивные пациенты, но и вообще большой полоткологический пациент, которые в ближайшее время не собираются умирать. Поэтому новые клинические рекомендации Всемирной организации здравоохранения, они изданы в 2018 году, в конце 2018 года, а были представлены на сайте ВОЗ в феврале 2019 года. Они были написаны в условиях достаточно сложных, когда разразилась так называемая пиоидная эпидемия, и многих врачей просто обвинили в том, что они насаживали знания об эпиоидах, искусственно наркотизировали пациентов. Но мы сегодня не будем это обсуждать, поскольку все-таки эпиоидная терапия является основой терапии боли в онкологии и новые клинические рекомендации от прежних, они уже создавались совершенно иначе. Группа экспертов ВОЗ по разработке нового руководства проводила систематический обзор множества баз данных по каждому вопросу в соответствии с пептологией ГРЭИ. Таким образом, вот этот документ, он уже имеет как бы другой статус. Это уже клинические рекомендации, сосознанно на научной основе. В настоящее время текст этого документа доступен на сайте Всемирной организации. В ближайшее время ожидается официальный перевод и появится текст этого документа, во всяком случае, той значимой клинической части на наших сайтах, сайтах фонда помощи хосписом Вера, который организовал с помощью волонтеров перевод большей части этого документа. Вы видите, что состоит он практически из 144 страниц, достаточно большой документ. И сейчас мы планируем издать избранные главы этого документа, те, которые нужны в нашей клинической практике. Они будут изданы в виде статьи. Итак, переходя к цели этого документа, я бы хотела сказать, что целью и принципы терапии онкологической боли в соответствии с новыми клиническими рекомендациями, это, во-первых, достижение оптимального уровня качества жизни. То есть цель не просто дать пациенту обезболивание, и он будет лежать совершенно облушенный и не понимая, что происходит вокруг. Нет, цель – это оптимальное качество жизни. Необходимо оценить соотношение пользы обезболивания и риска возникновения побочных эффектов, возможны передозировки, которые могут привести к угнетению сознания или, там, спасибо, с дыханием. При этом рефракторная боль, которую зачастую ставят достаточно часто, вот в этих рекомендациях говорят, что не следует ставить слишком рано, нужно испробовать все имеющиеся обезболивающие препараты и наладить доступ к этим обезболивающим лекарствам. Лечение должно быть основано на всесторонней оценке состояния пациента, принимая факт, что пациенты по-разному ощущают и переносят боль. Интересный тезис, который появился, третий, о том, что необходимо обеспечить безопасность пациентов и лиц, осуществляющих уход, медицинских работников и общества в целом. О чем здесь речь? Не сразу бывает понятно. Здесь речь идет о том, что правильное обращение с опиоидными препаратами имеет большое значение для обеспечения безопасности пациентов и снижения риска распространения этих препаратов среди населения. Это то, о чем я говорила про опиоидную эпидемию. Медицинские работники также могут подвергаться определенным рискам к принуждению к незаконным действиям, к угрозам в связи с доступом к лекарственным средствам и рискам злоупотребления. И поэтому необходимо это учитывать, социальную значимость этих препаратов. Наличие опиоидов в доме также представляет риск злоупотребления или непреднабреленной передозировки детьми, подростками и другими членами семьи. Поэтому этот факт не обязан, он стоит пунктом третьим, его нужно обязательно учитывать. Также план обезболивания включает фармакологическое лечение, психосоциальный, духовный уход, как вы видите. Обезболивание должно быть доступным, препараты должны быть в наличии и по умеренной стоимости. Ну и дальнейший посыл введения анальгетиков должно проводиться орально-своевременно индивидуальное снимание в дыхании. То, о чем я говорила, это перекочевало из предыдущего клинического руководства по терапии боли. И самое главное заключается в том, что Всемирная Организация говорит, что обезболивание должно быть интегрировано в систему онкологической помощи. Куда же делать лестницы обезболивания? Это замечательный, полезный инструмент, который долгое время и сейчас точно в том числе может быть использован. однако Всемирная Организация Здравоохранения говорит, что поскольку появились новые способы введения обезболивающих, новые технологии терапии боли, например, при метастатическом повреждении костей, которые не были доступны в 1996 году, сейчас имеются новые инструменты оценки боли, о которых я тоже буду говорить. Поэтому лестница обезболивания остается в качестве обучающего контента, в качестве общего руководства. Но руководствоваться следует уже некоторыми другими принципами, а именно целью обезболивания, как я говорила, является достижение приемлемого качества жизни. И поэтому Всемирная Организация ООС сразу же направляет нас на патогенетическую классификацию болевого синдрома, что боль это не только нацептивный компонент, очень большая часть боли от 40 до 70 процентов пациентов испытывают нейропатическую боль. И идет разбор, какие виды боли есть, и психологический компонент боли также очень значимы. Рекомендации ВОЗ по фармакологическому лучевому лечению у взрослых пациентов и подростков, так в полной мере называются эти рекомендации, они делятся на несколько разделов. Так, начало обезболивающей терапии уже не говорится, что нам всем нужно начинать обязательно с нестероидных противовоспалительных. Нет, и нестероидные, и парацетамол, и опиоиды следует использовать на начальном этапе, если они нужны. Их можно применять либо в виде монотерапии, либо в виде комбинации. всё зависит от клинической картины, от инстансивности боли пациента. И стартовый препарат должен соответствовать инстансивности боли. То есть на стартовом препарате мы можем использовать морфин, если это нужно, или, например, наш отечественный препарат просидол, или тромодол, или какой-то другой препарат, и к нему добавлять на стероиды противовоспалительные, или какой вы посчитаете нужным использовать в соответствии с клинической картиной. Второй посыл, который тоже очень важен. Семерная организация не говорит, что морфин лучше, чем оксикодон, или оксикодон лучше, чем гидроморфон. Написано так, что взрослых, включая пожилых людей и подростков с болями онкологического генеза, может быть назначен любой опиоид, как отдельно, так и в сочетании с НПВ. То есть не дается какого-то определенного преваленца в сторону, что какие-то опиоиды более эффективны, чем морфин, например. Правильная доза – это та, которая уменьшает пациенту боль для приемлемого уровня. Какой приемлемый уровень? Муз считает, что приемлемый уровень – это 30%. То есть такая боль, которая не мешает пациенту заснуть, та боль, которая не мешает пациенту вести более или менее качественный уровень жизни. При этом, когда проводится терапия боли, считается, что главным фактором доступности опиоидов является наличие парарального морфина, быстрого высвобождения, то, о чем говорила Елена Владимировна, морфин быстрого высвобождения должен быть достаточен и доступен всем пациентам, кто в этом нуждается, конечно. А вот морфин с продленным высвобождением, там, пластыри или какие-то более высокотехнологичные препараты должен быть доступен по мере возможности как дополнение, но не вместо парарального морфина с быстрым высвобождением, которым, кстати, в нашей стране сейчас, благодаря деятельности Московского эндокринного завода, мы имеем уже практически три формы, вернее, две формы морфина. Это ампулированный морфин в ампулах для парарального приема и морфин в таблетках по 5 и по 10 миллиграмм. Отдельно рассматривается применение адювантной терапии. Среди них использование стероида для контроля боли, мисфосфонатов и лучевой терапии. При лечении костной боли отдельно подчеркивается, что лучевую терапию следует по возможности рассматривать у пациентов, у которых имеются медостазы в кости. И все кандидаты с костными медостазами должны рассматриваться как кандидаты для дистанционной лучевой терапии и терапии изотопами. При этом бисфосфонаты, группа, которая рассматривала, группа экспертов, она не нашла какого-то наилучшего бисфосфоната и не нашла особенных различий. Не потому, что из них какой-то дороже или какой-то боли, просто тут группа экспертов рассматривала эффект бисфосфонатов как противоболевой. Понимаете, как противоболевой разницы между ними не было выявлено. Также, как и при исследовании эффективности моноклональных антител, исследование показало очень слабые доказательства о том, что эти антитела эффективны в отношении именно обезболивания. Здесь рассматривалась не противоболевая эффективность, а именно обезболивающее лечение. Ну и в результате того, что эти моноклональные антитела достаточно дорогие и опыт применения их еще недостаточен, пока ВОЗ не рассматривает их в качестве рекомендации. Что говорится о лучевой терапии, она должна обязательно применяться, при этом хочу обратить ваше внимание на замечаниях. Рекомендация касается пациентов, уже имеющих метастазы в кости, но не идет речь о профилактической лучевой терапии, то есть, к примеру, пациент с заболеванием предстательной железы, можно предполагать, что у него когда-то будут там метастазы в какую-то зону или какую-то кость, предварительно профилактически не следует рассматривать возможность лучевой терапии. При проведении радиозатопной терапии костной боли также не было выявлено достаточного уровня доказательств, что этот вид терапии радиозатопами может именно в достаточной степени проводить обезболивание, хотя эффективность этого лечения никто не отрицал. В силу вышеперечисленных обстоятельств лестница обезболивания, которая, как я говорила, является обучающим инструментом, она все-таки еще используется с помощью опросника оценки выраженности болевого синдрома. Все эти значимые документы выложены уже в приложение. Оценка выложенности боли при злокачественных новообразованиях в приложении один, вы можете его найти на 72-й странице, и примерно такая же оценка, но подобная этому приводится в наших клинических рекомендациях. Кроме того, отдельно данные опросники для пациентов, контакт с которыми затруднен для пациентов с деменцией. Отдельно в приложении 6 вы можете увидеть фармакологические профили таблицы пересчета и потенциальных доз анальгетических препаратов, что в принципе нам интересно. И надо сказать, что пока у нас нет нашей клинической практики, метадона наверное не будет, и гидроморфона нет, но остальные препараты практически все в нашей практике имеют место. Фармакологические профили пересчета и потенциальных дозапиоидных анальгетиков также даны с ссылкой на Роберта Твайперсона, то руководство, о котором говорила Елена Владимировна, который фонд Вера перевел, и сейчас оно доступно для всех палеотивных специалистов. Кроме того, надо сказать, что мы в своей клинической практике конечно применяем вот эту таблицу пересчета, но у нас есть более продвинутый уровень, это приложение, которое на сайте пропалиатив, на сайте нашей ассоциации представлено, и можно скачать этот пересчет, этот специальный инструмент для пересчета доз себе на телефон. А также представлены сопоставимые дозы морфина для приема внутрь с трансдермальным пластырем фентанилом. И вот что я хотела бы вам более внимательно донести, посмотрите, не все онкологические пациенты получают морфин или какие-то опиоидные энергетики пожизненно. они зачастую получают их на каком-то этапе клинического своего лечения, и потом они уже им не нужны, либо нам нужно снимать пациентов с высоких или не очень высоких дозапиоидных препаратов. Это очень важная тема. И стратегия отмены препарата представлена в клинических рекомендациях 2 недель. Значит, развитие физической зависимости маловероятно. Прошу прощения, если длительное использование более 1 месяца, существует вероятность развития, значит, приписано, как мы будем снижать дозу на 10% в неделю постепенно. А если же использование наркотиков на протяжении от 2 до 4 недель, вероятность зависимости неизвестна. Но все равно мы можем снижать от 10 до 50 процентов в неделю. И в случаях, когда очень длительное применение препаратов или имеются какие-то особенности, то следует обратиться к наркологу за консультацией. Так сказано в этих клинических рекомендациях. При этом хронический болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающих в палеятельной помощи и отдельно написано хронический болевой синдром у детей, клинические рекомендации наши, они написаны не в 2018-м, не в 2019-м году, они сделаны в 2019-м году, но прописаны они в 2016-м году. надо сказать, что все эти позиции, о которых мы говорили сегодня, все эти новшества, которые Всемирная организация здравоохранения писала эти рекомендации наверное не один год, это очень длительно выстраиваемый документ, так вот эти клинические рекомендации российские, они идут в контексте, они говорят о тех же ценностях и о тех же остополагающих документах, которые рассматриваются в тексте всемирной клинических рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Наши клинические рекомендации, поскольку мы были ограничены в написании определенным форматом, они несколько меньше, и также не сговаривая со специалистами ВОЗ, около половины всего тела наших клинических рекомендаций составляют приложения. Вы можете увидеть здесь и алгоритмы ведения пациентов, и информацию для пациентов, и дневник оценки боли, и перечень препаратов, также адъювантные анальгетики, и таблицы пересчета экропотенциальных доз. В таком случае для наших пациентов, наверное, следует в дальнейшем, если мы будем пересматривать, вести также отдельно патогенетическую терапию и прописать ее, я думаю. А так, в принципе, наши клинические рекомендации вполне себе современные и не уступают. Они вполне отвечают нашим потребностям, и если мы будем их соблюдать, то мы, конечно, добьемся успеха в терапии боли, которая сейчас, я вижу, идет семимильными шагами, и мы добиваемся все-таки наилучших показателей, чем были еще лет 6-7-8 назад. Таким образом, применение всех возможных клинических рекомендаций наше знание о использовании опиоидных препаратов, о неопиоидной терапии, о нелекарственных методах терапии боли, использование зарубежного опыта и наших клинических данных помогут нам в лечении нашего достаточно тяжелого контингента онкологических пациентов, помогут нам в решении вот этой серьезной проблемы. Если будут вопросы, я с удовольствием их отвечу. Спасибо за внимание. Спасибо.